Обеспечение полноты и своевременности поступления имущественных налогов от физических лиц в городской бюджет – важная составляющая полноценной жизнедеятельности города. Поэтому хотим напомнить, что 15 ноября истекает срок уплаты налога на недвижимость и платежей на землю для физических лиц. Как и где можно оплатить, кому предоставляются налоговые льготы, расскажет наш корреспондент Ариадна Гребенюк. 15 ноября истекает срок уплаты гражданами налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, рассказали в налоговой инспекции. Обязаны уплатить земельный налог один раз в год. Срок, установленный законодательством, до 15 ноября текущего года. Все, кому необходимо произвести уплату, получили от налогового органа соответствующее извещение. У нас рассылка шла посредством почтовых отправлений, и основная масса наших жителей города и Пинского района получили их по месту регистрации, по месту своей прописки. Физические лица, которые когда-либо ранее изъявили желание подключиться к электронному сервису, расположенному на сайте нашего министерства по налогам и сборам, личный кабинет физического лица, налоговое извещение получили свой личный кабинет, либо же получили на адрес электронной почты, которую они указали при написании заявления. Сегодня на учете в Пинской налоговой состоит порядка 27 тысяч физических лиц, являющихся плательщиками имущественных налогов. В инспекции отмечают, что многие налогоплательщики производят уплату в последние дни. В связи с этим в налоговых органах и в обслуживающих банках могут создаваться очереди, поэтому произвести уплату налогов и арендную плату можно различными способами, в том числе дистанционно. При помощи банковской системы, интернет-банкинга, инфокиосков, также учреждениях банка, отделениях почтовой связи и непосредственно налоговым органам. Вы где-то утеряли налоговое извещение, забыли, например, свой учетный номер плательщика. Информацию о себе вы можете посмотреть на нашем сайте Министерства по налогам и сборам, налог.гов.бай, наш сайт, и там можете посмотреть свой учетный номер плательщика. В случае неуплаты в срок гражданами налога на недвижимость земельного налога ежедневно будет начисляться пеня. В случае со злостными неплательщиками их дела будут переданы в отдел принудительного исполнения. В налоговой отметили, что согласно законодательству льготы по таким налогам в виде полного освобождения от уплаты указанных платежей предоставлены следующим категориям граждан. Пенсионеры по возрасту, люди достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, иные нетрудоспособные лица. По некоторым категориям имущества пользуются льготами многодетные семьи. При уплате налога на недвижимость, в случае если у вас в собственности две и более квартиры, налоговый орган выставляет сумму налога из расчета той квартиры, которую в собственности вы приобрели последней. Однако у владельца есть право написать заявление о том, чтобы налог уплачивался с другой недвижимости, находящейся в вашей собственности. Действующим законодательством предусмотрено для физических лиц право выбора, какое живое помещение в многоквартирном жилом доме ему выбрать для налогообложения. Напомним, уплатить налоги на землю и недвижимость, в том числе арендную плату за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, необходимо не позднее 15 ноября. Исчисление и уплата налогов, имущественных в том числе, это общемировая практика. И граждане, которые имеют собственности объекты недвижимости, земельные участки, должны осознавать, что они ими пользуются, они служат на благо их семей. И как во всем цивилизованном мире, значит, мы, как законопослушные граждане, должны уплачивать налоги. Республика Беларусь Провела его главный налоговый инспектор Министерства по налогам и сборам по Брестской области Татьяна Боришина. Татьяна Владимировна встретилась с представителями организаций и ответила на вопросы, которые касались налогообложения организаций и порядка уплаты денежных средств при реализации товаров за наличный расчет. Как заметили многие плательщики, у нас существуют различные формы и методы разъяснительной работы. Вы видели и всевозможные бигборды по городу, и в форме проведения совещаний происходит наша разъяснительная работа. И вот одним из методов является день консультирования. То есть сегодня специально мы приехали, чтобы встретиться с плательщиками города Пинска и ответить на все интересующие их вопросы по порядку налогообложения. Объявление о проведении дней консультирования публикуется заранее на сайте Министерства по налогам и сборам.